Дети сами хотят боксировать, дети сами рвутся в бой. Нельзя, скажем так, ограничить их в этом желании. И, соответственно, при поддержке Большого Павла Павловича мы организовали этот турнир, чтобы дети показали себя, проявили свой характер, свою силу, волю и дух. Вы небольшой мастер-класс не давали детям? Конечно, давал. Я тренирую непосредственно детей. Я являюсь тренером. Тем более, у нас год тренера-наставника. Я являюсь тренером. Как я могу им давать? Я всегда с ними. Вы видели несколько боев. Скажите, как уровень ребят? Уровень ребят разный, потому что здесь принимают участие как новички, так и опытные спортсмены. Поэтому мы старались максимально сопоставить новичков и опытных ребят, чтобы были красивые, качественные бои. И чтобы ребята, которые только начинают свой путь, скажем так, не получили немножко лишнего и продолжили свой путь. Звезду какую-нибудь рассмотрели сегодня? Тут слишком много звезд. И кого-то конкретно отключать, я думаю, пока еще рано. Тенденцию таких мероприятий мы заложили в прошлом году, когда организовывали турниры по футболу, по волейболу. В этом году мы продолжаем. Сегодняшнее мероприятие – некая проба пера. Проведение турнира в одном из видов единоборств. Все это делается для детей, для молодежи, потому что им не хватает соревновательного опыта, чтобы они не могли продемонстрировать свое мастерство, показать свои профессиональные навыки. Также этот аспект работает с молодежью. Все это приурочено к дню рождения Владимира Жириновского при поддержке председателя ЛДПР Леонида Дуарча Слуцкого. Если ребятам понравится, мы обязательно будем проводить такие мероприятия в дальнейшем. Сегодня на празднике в честь памяти Владимира Вольфовича Жириновского открываем турнир беспрецедентный в городе Воронеже. Партия ЛДПР всегда была направлена на пропаганду здорового образа жизни. Это нужно бы как для профилактики здоровья, для поддержания тонуса, говорится, в здоровом теле здоровый дух. Наш лидер партии сегодняшней, Слуцкий, Леонид Эдуардович, он нас направляет и просит, чтобы мы пропаганду данную несли через личный пример, в котором слова и дела не расходятся, они слиты воедино. Поэтому сегодня, ввиду того, что вышесказанного я уже указал, выйду на ринг и проведу показательный бой в качестве личного примера. Хочу заметить, что я не являюсь профессиональным спортсменом. Александр Азаров спортсмен, легкоатлет, он тоже не профессионал, поэтому мы решили показать своим примером. Как считаете, какие ваши шансы? Шансы равны. Можно пару слов о ваших впечатлениях? Впечатлениях в соревнованиях? Да. Ну, нормально, довольно-таки, но просто немножко жарко в зале, потому что народу очень много. Да, а так соревнования хорош проводятся, на хорошем уровне проводятся и довольно-таки приличный контингент здесь. Не только воронежские ребята, но и приезжие ребята есть здесь. Много приезжих. С Липецка и там Собласть еще есть. А проштрафился кто-нибудь? Приходилось ли утихомиривать? Ну, пока нет. Спасибо. Пока нормально. Субтитры сделал DimaTorzok